Что ждет россиян во время частичной мобилизации? Информационная безопасность в современном обществе. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Валерия Карташова. В зале заседаний Попечительского совета Казанского федерального университета прошло мероприятие, посвященное технической безопасности. Мероприятие прошло под председательством проректора по общим вопросам Решата Гузейрова. Вот именно обмен опытом, обмен теми наработками, которые есть у вас в разных регионах. Я вот даже в краевые глаза проходил, посмотрел, там поддельный Севастополь, да, интересная презентация была. Таких черных тонах, все интересно. Поэтому в отношении того, что на самом деле есть момент того, что на самом деле интересно, то, что вы говорите, то, что вы уже наработали. И вот этот опыт на самом деле бесценен. В России объявлена частичная мобилизация. О том, какие последствия ждут россиян за попытку откосить, узнаете в следующем сюжете. Для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. 21 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о введении в стране частичной мобилизации. В связи с этим у россиян возникло много вопросов. Кого коснется мобилизация? Что ждет того, кто под нее попал? Какая ответственность грозит за игнорирование повестки? Попадают ли под федеральный закон жители с двойным гражданством? Начнем по порядку. В указе президента сказано, что мобилизация проводится в соответствии с законом о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Состоят в запасе практически все, кто получил военный билет. О призывах студентов и обучающихся речи не идет. Мобилизация может коснуться в первую очередь военнослужащих запаса первого разряда. Это рядовой состав в возрасте до 35 лет, младшие офицеры в возрасте до 50 лет, старшие офицеры до подполковника либо капитана второго ранга включительно до 55 лет, полковники и капитаны первого ранга до 60 лет. Медики, которые окончили гражданские учебные заведения, но имеют военно-учетные специальности в запасе, также могут быть призваны, если их специальность востребована. Например, это могут быть хирурги, анестезиологи. Оповещать о вызовах военкомата, подлежащих мобилизации россиян, должны работодатели. Они обязаны обеспечить сотрудникам возможность своевременной явки труда, разъяснять работникам порядок исполнения обязанностей по воинскому учету, подготовке и мобилизации, информировать об ответственности за их неисполнение. При мобилизации граждан оповещают, как всегда, путем вручения либо повесток лично в руки, под подпись. Повестку могут вручить по месту жительства или по месту работы. Те запасники, которые имеют мобилизационные предписания в своих военных билетах, это специальный вкладыш в военном билете у лиц, которые находятся в запасе, обязаны явиться в военкоматы самостоятельно. Согласно статье 21 Федерального закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается въезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. Резервист может переезжать из одного российского региона в другой. Член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Кирилл Кабанов заявил, что запрета на выезд юридически по частичной мобилизации нет. Он действует с момента получения повестки. Юридически граждане с военным билетом, но без повестки, могут выезжать за границу. Формально право выезда граждан за границу определяется федеральным законом о порядке выезда из России и въезда в Россию. В нем нет запрета на выезд из страны в период мобилизации. Но поскольку мобилизация в России проводится в первый раз, то неизвестно, как это будет работать на практике. У сотрудников пограничной службы на данный момент нет законных оснований и ограничивать выезд людей за пределы страны. Возможно, они будут требовать разрешения военкомата на выезд из страны тех, кто подлежит мобилизации. Если гражданин Российской Федерации не явился в военкомат после вручения повестки о мобилизации, ответственность наступает как за уклонение от призыва. Статья 328 Уголовного кодекса. Если же человек не явился в военкомат по повестке для уточнения данных и дальнейшего вручения мобилизационного предписания, ответственность административная в виде штрафа. Однако накануне Госдума приняла поправки, которые вводят уголовную ответственность за добровольную сдачу в плен и мародерство, а также дополняют Уголовный кодекс понятиями мобилизация, военное положение и военное время. Появилось в них и уголовное наказание за уклонение от службы в период мобилизации и военного положения от 5 до 10 лет. Как это положение будет применяться, непонятно. Но, скорее всего, уголовная ответственность будет грозить уже явившимся военкомат, призванным по мобилизации, а потом уже уклонившимся от службы. Вопрос однозначно требует официальных разъяснений. Я бы не рекомендовал гражданам, подлежащим мобилизации, пытаться избежать данной процедуры, так как правоприменительная практика пока еще не сформирована и может оказаться достаточно неприятным сюрпризом для таких лиц. Под ударом мобилизации окажутся и жители с двойным гражданством, но каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Военкомат, помимо всего прочего, имеет право, законное право, призывать на службу тех граждан, кто имеет двойное гражданство, причем независимо от того, служил этот гражданин в армии другой страны или нет. Единственное исключение – это граждане Таджикистана, поскольку у России с данным государством имеются особые договорные отношения по поводу прохождения военной службы. Частичная мобилизация нужна для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и людей на освобожденных территориях. Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Наши независимости и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами. Алина Красильникова, Универньюз. В стенах Казанского федерального университета прошла Всероссийская онлайн-конференция «Информационная безопасность в современном обществе». О том, что было на мероприятии, смотрите в сюжете Амира Ахтямова. В Центре деятельности общественных молодежных организаций и объединений Казанского федерального университета прошла онлайн-конференция. «Эта конференция, с одной стороны, она молодая, но с учетом нашей формы проведения мероприятий, она имеет свою большую историю. Это были изначально дискуссии, это были изначально разговоры, какие-то споры, затем это было организовано в круглые столы, и действительно у нас есть постоянные участники». Департамент по молодежной политике совместно с Институтом социально-философских наук и массовых коммуникаций провели на базе платформы «Зум» ежегодную Всероссийскую конференцию по теме «Информационная безопасность в современном обществе». В программу конференции вошло пленарное заседание «Работа трех секций подведения итогов». В конференции приняли участие руководители, научно-педагогические работники и обучающиеся образовательных учреждений, представители органов власти, антитеррористических комиссий, правоохранительных структур, общественных организаций, а также исследователи и практики. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс. В КСК КФУ «Уникс» прошло мероприятие для студентов «День карьеры». Об этом подробнее в материале далее. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» Казанского федерального университета прошло мероприятие для студентов «День карьеры Альтхаус». Альтхаус – это ведущая российская консалдинговая компания, объединяющая более 150 профессионалов в сфере финансов, налогов, права, оценки и инжиниринга. Клиенты компании – это крупные государственные компании, промышленные, инвестиционные фонды и частные клиенты. С недавних пор мы взяли такой формат работы с работодателями, где они приходят к нам с презентации не только в виде встреч, лекций в аудитории, но сейчас мы работаем в плане проведения ими интерактивов, то есть мастер-классов, лекций, полезных для студентов. Цель данного проекта – помочь студентам Казанского федерального университета найти места для стажировки, временную занятость или трудоустройство. В программе выступления были мастер-классы от сотрудников-экспертов и практикующего юриста. Кроме образовательного блока, в течение дня карьеры проводились квизы и интерактивы, а также розыгрыш. Заявлено у нас было около 50 участников, и постепенно в течение дня эти 50 участников будут принимать участие. В большинстве случаев – это студенты Института экономики и управления финансов и юридического факультета, так как сам работодатель работает в сфере консалтинга, и работники представлены из этих сфер. Для того, чтобы принять участие, нужно было сделать репост или переслать его другу, зарегистрироваться и прийти на мероприятие. Напомним, что организатором дня карьеры выступил Казанский федеральный университет. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс. В главном здании Казанского федерального университета состоялось совещание представителей КФУ с представителями Министерства обороны Российской Федерации. Были обсуждены вопросы, касающиеся работы со студентами по отбору претендентов на поступление в научные роты, так называемый «Технополис Эра». Государственной премией Республики Татарстан имени Мирзы Махмутова были удостоены два представителя Казанского федерального университета. Директор общеобразовательной школы-интерната лицей имени Николая Лобачевского Елена Германовна-Скобельцина и доктор педагогических наук заведующей кафедрой педагогики Высшей школы Института педагогики и образования Альфия Рафисовна Масалимова. Напомним, что Государственная премия Республики Татарстан имени Мирзы Махмутова присуждается педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных на территории Татарстана, за значительно научные, методические и практические достижения в области дидактики, подготовки педагогических кадров и внедрения эффективных технологий в образовательный процесс. Конкурс на эту премию был объявлен на нашем сайте Казанского федерального университета еще, по-моему, в мае, может быть, даже в конце апреля где-то было. И, соответственно, я решила поучаствовать, попробовать свои силы, свой потенциал. Это моя первая государственная награда, которую я выиграла в этом году. Огромное спасибо за развитие этого конкурса супруге Мирзы Исмаиловичу Махмутова, которая также приложила огромные усилия для развития этого конкурса, так как благодаря этому конкурсу у нас есть возможность развивать и продолжать идеи наших академиков. На этом все. В студии была Валерия Карташова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова